привет друзья сегодня 14 февраля и мы находимся в провинции бреща стартовали мы из города бавенью и поднимаемся в одно очень интересное место я вам покажу а а а а а а а Друзья, мы сегодня немного ошиблись с направлением, потому что не ожидали, что будет так много снега, а его выпало очень много. На самом деле не холодно, минус шесть, минус семь сегодня. Нам придется остановиться, потому что дальше будет еще больше снега, а мы хотели добраться сегодня до Кампаны, что-то вроде Рефуджио в горах, но в следующий раз. Поэтому сейчас мы потихоньку спускаемся. Здесь такая тропа, что нужны либо снегоступы, либо специальные ботинки. У нас их нет, поэтому сейчас очень-очень осторожно, очень осторожно спускаемся вниз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Ребята, мы идем уже, наверное, час, а я до сих пор не сказала, куда мы идем. Сейчас мы находимся на высоте тысячи метров в месте, которое называется Бонжо. И идем мы, наша конечная точка, которая называется Капана Ремедио. Нам остался всего час. И на всякий случай вот так вот выглядят указатели. Понятно, куда направляться, название, куда, время, сколько осталось и номер тропы. То есть мы идем сейчас по тропе 300-340-340B. И остался еще час, час тридцать. ОПЛА! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Попробуем на следующей неделе Потому что сегодня погода гораздо теплее Жарче Поэтому По идее не должно было быть много снега наверху А сама Капана находится на 1400 метров Поэтому мы полной надежд отправились наверх В среднем нужно 2 часа с половиной, чтобы подняться до Капаны И сам трек вообще несложный То есть есть несколько технических моментов Но это все совсем несложно Поэтому Сегодня мы тоже поднялись Поднялись высоко Мы превысили гораздо ту точку, где мы остановились в прошлый раз Но мы опять не рассчитали Потому что те тропы, которые были на самом верху Которые вели уже непосредственно Капане Они были все покрыты снегом И даже неделю спустя Поэтому Мы решили остановиться, не рисковать Потому что дорога была очень обрывистой И Мы боялись просто соскользнуть И вообще уже Вовсю чувствуется весна Мы немного расстроились Но Сейчас, когда спускались вниз Увидели очень много подснежников Видно, что природа просыпается И это так радует Просто гулять здесь Дышать этим свежим сосновым воздухом И смотреть на эти чудесные виды Это Огромное счастье Поэтому Да, мы не дошли до Капаны Но Мы получили что-то гораздо больше Вот такие мысли Поэтому До следующего раза, друзья